Всем привет! Я не просто так показал вам самые первые кадры из Атаки Титанов. Ведь без этой сцены существование этой теории было бы сложно представить. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаёк. Сегодня я вам расскажу, на мой взгляд, про самую шизанутую теорию по Атаке. Ведь если это правда, то в мире Атаки Титанов есть временная петля. При первом просмотре аниме вообще не понимаешь, к чему это первая начальная сцена. После прочтения всей манги, а также после почти завершившегося аниме... Кстати, будут спойлеры, так что не лезь. Блядь, дебил, сука, ебаный. Она тебя сожрёт, блядь, нахуй ты... Мы понимаем, к чему она тут. Это жирный намёк на то, что этот мир цикличен, и эта история повторяется уже не первый раз. И это не потому, что Эрона села прародителя, и не потому, что он такой имбовый, и может перезапускать время. Нет, я вот когда читал мангу и прорабатывал эту теорию, то вроде бы всё становилось на свои места. Мы понимаем, что ключом к разгадке тайны является Микаса. Ведь даже в последней главе Эрон говорит, что от выбора Микасы зависит будущее человечества. И мне кажется, эта фраза имеет двойной смысл. И именно второй смысл я хочу обсудить. Я это понимаю так, что Эрон после соприкосновения с историей видит будущее, а также видит и другие временные петли, и понимает, что эта история повторялась из раза в раз. И всё потому, что Микаса не готова принять смерть Эрона, и именно она перезапускает цикл. Как она это делает, спросите вы? А я просто отвечу. Сэр, это Саша пукнула. Почему я так думаю? Сейчас постараюсь объяснить. Читаем самую первую главу манги, и находим этот фрейм. Микаса во сне Эрона говорит, увидимся позже, Эрон. Эрон просыпается и не может вспомнить сна, также при этом плачет. В аниме этот момент изменён. Уже во сне нет Микасы, но зато Эрон скакивает. От кошмара. Почему так всё различается? Ну, я попробую сейчас объяснить. В одной из глав манги, Микаса оказывается в мире своих фантазий, где после того, как они вышли за стены, она решает убежать с Эроном от этих проблем и прожить вместе оставшиеся 4 года. Эрон умирает. Микаса, не смирившись с этим, всё обнуляет. После этого начинается событие манги. А вот уже позже, в финале манги, Микаса убивает Эрона. Она также не принимает его смерть, поэтому всё откатывается к исходной точке. После этого стартует новая петля, аниме. Поэтому Эрон от ужаса скакивает. Он видел, как его возлюбленная отрезала ему голову. Знаете, мне бы тоже не понравилась такая ролевая игра в стиле богомолов. Хе-хе-хе-хе. Тот, кто понял, тот поймёт. Теория просто бомба. Я её мусолил пару месяцев. И думал, рассказать вам о ней или нет. Или это просто мои выдумки. Думаю такой, во, настала пора выпускать роликс. И чтобы освежить воспоминания, открываю финальную главу манги. И обнаруживаю, что вышла ещё экстра глава, в которой есть дополнительные страницы. Прочитав их, Исайяма просто взял и ударил меня по яйцам. И 90% моей теории начало сыпаться. Но, кстати, кое-где я был и прав. И давайте расскажу, где. Можете забыть про бред, сказанный про Микасу. Считайте, что вы просто впустую потратили несколько минут жизни, выслушивая мой бред. В общем. Пересказываю последние фреймы. Микаса похоронила Эрена. Прошли годы. Его могилы навещают. Цивилизация разрастается. Проходит ещё время. Появляются небоскрёбы. И дерево, под которым его похоронила Микаса, становится всё больше. Позже город разрушается в результате войны. Какой-то парнишка шастает в остатках города и находит то самое дерево, в котором огромная щель. Кстати, вам эта щель ничего не напоминает? Не надо, дядя. Ня-а-а! Тьфу ты. Да откинь ты грязные мыслишки, извращенец. Я просто имел в виду, что это точно такое же дерево, в которое упал Эмир. Вследствие чего появились титаны. И получается, что эта история повторится вновь. Так, стоп. Вы можете мне контраргумент привести. Мол, Эрн всех титанов убил. Да и сам помер. Но, интересный факт. Посмотри на фреймы, где в последней главе манги все титаны превращались обратно в людей. И у них нет отметин на лице. Следовательно, они 100% теперь люди. Но на отрубленной голове Эрна остались отметины от превращения в титана. Получается, титаны вроде бы как пропали, но остался один. И он остался в трупе Эрна. Тот самый паразит, с которым столкнулась Эмир. Возможно, того парнишу тоже ожидает такая же судьба, что и Эмир. Бах, просто взрыв башки. Исайяма гений. Но эта теория разбивается последними страницами манги. Оказывается, что все произошедшее в манге было просто фильмом. Надеюсь, вам было интересно послушать мои мозговзрывающие теории. Кстати, как вам идея сделать следующий ролик про закулисье? Чтобы я понял, что вам эта тема интересна, наберем 20 лайков. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписываемся на канал. Все, что вы слышали в ролике, можете считать это бредом силой кобылы. Меня звали? Тебя никто не звал. А, ну ладно. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok